Жанета Андреевна Как родителям нужно подготовиться к поездке, если они едут с ребенком? Давайте начнем с того, что если вы готовитесь к летнему отпуску, и вы бы запланировали этот отпуск, то нужно продумать все до мелочей. Поедет ли ребенок вместе с вами, поедет ли ребенок отдыхать только с вашими близкими родственниками, будете ли вы весь отпуск следить за его развитием, отдыхом и воспитанием во время отпуска. Либо же вы оставите его на попечении кого-либо из родственников. При поездке детей за пределы Российской Федерации, как правило, сейчас очень часто дети выезжают за пределы Российской Федерации, необходимо родителям подумать о том, что все у нас регламентировано на законодательном уровне. И в первую очередь это рекламентировано законом Российской Федерации еще от 1996 года, который предусматривает правила выезда за пределы Российской Федерации, несовершеннолетнего гражданина, либо въезда на территорию Российской Федерации. Так вот, законом конкретно предусмотрено, что при выезде за территорию Российской Федерации необходимо согласие одного из родителей, нотариально заверенное это согласие, естественно, должно быть, одного из родителей. Опять же, в законе четко есть формулировка, если второй из родителей не подал заявление в установленном виде о запрете на выезд своего несовершеннолетнего ребенка. Это если ребенок один едет путешествовать, правильно, да? То есть управляемый, например, в лагерь куда-то за границей, такие ситуации. Это если ребенок едет, если он едет в лагерь, то, естественно, он едет в сопровождении группы, то есть сопровождающим, которые сопровождают группу. А если ребенок выезжает в сопровождении каких-либо третьих лиц, то есть бабушек, дедушек, либо иных третьих лиц, то, естественно, здесь необходимо нотариальное согласие родителей в установленном виде, оформленном. От одного из родителей, да? Да, от одного из родителей. Даже если, несмотря на родители, находятся в разводе? Независимо от того, находятся родители в разводе или нет, ребенок, если выезжает за пределы Российской Федерации, как я уже указала, необходимо согласие одного из родителей, если вторым родителям не заявлено, не подано заявление в установленном виде о запрете на выезд. Необходимо здесь иметь в виду, что имеются у нас страны шенгенской зоны. Так вот, если ребенок выезжает из страны шенгенской зоны, то тогда, как правило, эти страны требуют согласия двух родителей. Хотя законом в Российской Федерации предусмотрено только согласие одного родителя. Жената Андреевна, скажите, а что должны содержаться, какие данные именно в нотариальном заявлении? Ну, нотариальное заявление, это называется не заявление, это называется согласие на выезд ребенка. Оно предусмотрено законодательством также Российской Федерации 2003 года. Согласно которому в нем должна быть четкая привязанность к стране, куда выезжает ребенок. Причем страна должна быть прописана, исходя из классификатора, стран, которые имеются у нас в Российской Федерации. То есть указание на то, что любая страна там зарубежья, такого не допускается. А если это страны шенгенской зоны, то может быть, допустим, Федеративная Республика Германия и другие страны шенгенской зоны. Такое тоже может быть. И обязательно должна быть привязка ко времени. То есть, опять же говорю, в согласии должно быть четко прописано, кто дает согласие, кому дает согласие, на какой период. Период времени выезда и страна выезда. То есть оно тоже имеет свои сроки действия, да, это интервью согласия? Согласие выдать на неопределенный срок, либо до совершеннолетия ребенка, такое законодательство не допускается. Почему? Это в первую очередь законодатель предусмотрел права и интересы несовершеннолетнего, чтобы не было никаких иных скандальных ситуаций, связанных с невозвратом ребенка на территорию Российской Федерации. Да, все должно быть конкретно, конкретные сроки и конкретные лица, которые управляются в путешествии. Скажите, а вот так же знаем, что в паспорт можно вносить данные о ребенке, это никак не поможет? Да, вносили ранее в паспорт родителей данные о своем несовершеннолетнем ребенке. На сегодняшний день, то есть начиная с января 2010 года, это упразднено, то есть обязательно путешествие ребенка осуществляется только по его паспорту, именно загранили, то есть паспорту Российской Федерации для заграничных поездок. Жената Андреевна, а вот Вы говорили про заграничные страны, а есть ли по России? По России, от реального согласия на, это называется не на выезд уже ребенка, а на сопровождение ребенка к проведению места отдыха и обратно не требуется. Вот и что касается транспорта тоже, да, мы можем ребенка посадить просто на поезд или самолет? Можем посадить просто на поезд или на самолет, здесь регламентируется правилами либо воздушных перевозок, либо правилами железнодорожных перевозок, то есть на железнодорожном транспорте мы можем посадить ребенка только после достижения 10-летнего возраста, то есть его процесс путешествия может начаться именно с даты наступления 10-летнего возраста. Что касается проезда детей на самолете, то здесь немножко другая ситуация. В законе отмечено, что до двух лет ребенок не может путешествовать без родителей, а получается, что с двух лет ребенок может путешествовать. Но здесь родителям нужно быть очень осторожными и внимательными. Прежде чем вы собираетесь отправить ребенка одного, необходимо созвониться с компанией-перевозчиком, авиакомпанией-перевозчиком, согласовать требования, какие предъявляются этой компанией. Например, как часто встречаемое, это с пяти лет ребенок может совершать переезд без родителей самостоятельно, но перед тем, как приобрести билет, вы должны сообщить компанию-перевозчику о том, что у вас ребенок будет ехать без сопровождающего. Тогда вы за определенную денежную сумму производите доплату, и ребенку может быть назначен сопровождающий стюард. Да, там даже есть отдельные услуги для компании. Вплоть до того, что ребенка у вас принимают, помогают пройти ему регистрацию, паспортный контроль, после чего самолет приземлился, ему помогают выйти из самолета и сдают, будем так говорить, передают в руки гражданину, который его встречает. Который, кстати, должен быть указан в анкете, и именно что этот гражданин будет встречать без паспорта, естественно, передача не допускается. По самолетам понятно, что касается поездов, сказали с 10 лет, а до 10 лет обязательно должны быть сопровождающим? До 10 лет только сопровождающим. Причем родственник или не обязательно? Нет, это не обязательно родственник, главное, чтобы это был сопровождающий, достигший 18-летнего возраста, либо в установленном законном порядке признанный дееспособным гражданином. И согласия никакого оформлять? Нет, по территории Российской Федерации согласия не требуется. Скажите, а вот есть еще какая-то разница в зависимости от того, страна это бывший СССР или сейчас Украина очень напряженная ситуация? Как сейчас действует? Выезд детей за пределы Российской Федерации на территорию Украины осуществляется по общим принципам выезда ребенка за пределы Российской Федерации. То есть точно так же заявление? Точно так же, да. Женета Андреевна, спасибо вам за такой краткий курс рекомендаций для наших родителей. Я думаю, обязательно пригодится в преддверии отпусков. Напомню, сегодня у нас в студии был адвокат Жанета Девченко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова